Следующий сюжет нашего выпуска носит предупредительный характер. В Пинске участили случаи оказания сомнительных услуг доверчивым гражданам, а также продажи и установки ненужного оборудования. Естественно, за все им приходится платить и порой очень крупные суммы денег. Владимир Городнюк выяснял, как не попасться на удочку. Шерстяные одеяла, обладающие целительной силой, суперпылесосы и наборы посуды, фильтры для воды, фирменная электроника – такую продукцию на протяжении последних лет стали массово реализовать в Беларуси как отдельные распространители, так и целые фирмы. Сбыть товар пытаются, приходя в квартиры, дома, а то и просто предлагая прохожим на улице. Казалось бы, покупатель должен радоваться полезному приобретению, однако вскоре выявляется подвох. Продаваемые вещи часто оказываются подделкой низкого качества, а цена на них в разы превышает реальную стоимость. Тем не менее, ушлые торговцы умудряются сбывать свой товар, для чего придумывают разные истории, в том числе и жалостливые, как у этого продавца, реализующего якобы оригинальный планшет. Еще один метод продажи подобной продукции – презентации. Собравшихся людей соблазняют супер-акциями, мегаскидками, подарками. И все это только сегодня и только для вас. Конечно же, предлагаемый товар убедительно нахваливается. Вот те же шерстяные одеяла – это не просто одеяло, которое продается в магазинах, а эксклюзив. И его нигде, кроме как у распространителей, нельзя найти. Доказано уже, что все синтетические, бамбуковые, пуговые, ватные постели. Боль еще большую целью. Первый аргумент – это то, что натуральная шерсть уменьшает боль. Шерсть схожа по энергетике с энергетикой матери. И на такую рекламу ведутся наши доверчивые граждане. Вот и пенчанка Екатерина. Едва не купила постельные принадлежности из супер-целебной шерсти за тысячу долларов. Сейчас признает, что поступила весьма опрометчиво. Пригласили меня на презентацию, в ходе ее убедили купить спальный набор из натуральной шерсти, мол, полезный, целебный, потому и дорогой. Но можно оформить и кредит, как они мне сказали. Я оформила, привезла, потом купленное домой и была раскритикована супругом, который оказался прав. Я осознала, что все-таки действительно дорого стоит купленное мною постельное белье. На следующий день Екатерина хотела вернуть купленное. Все-таки закон позволяет это сделать. Но продавцов в Пинске уже не было. К счастью, я узнала адрес фирмы. Он был в Гродно, куда пришлось ехать и возвращать этот набор постельный. Там не вернули потраченные деньги, причем без особых расспросов. Видно, уже был, скорее всего, не первый случай. Так и оказалось, там был еще один такой прозревший покупатель, который чуть не попался на 18 миллионов на старые деньги. Вот было недавно ряд фактов, когда сомнительные граждане приходили и предлагали купить им различную роду бытовую технику, либо кухонные принадлежности, это кастрюли, кружки, ложки, вилки и, естественно, одеяло, покрывало. И просили за это, действительно, очень большие суммы. Там доходило. Я слышал, что там где-то 500 долларов, что такое за кухонный набор, кастрюль. А сейчас пошла новая волна одурачивания, которая докатилась до Пинска по всей вероятности из соседней России. Представители якобы официальных организаций и фирм приходят в квартиры и предлагают проверить пластиковые окна, сделать замеры на вредность воздуха, воды, проверить напряжение тока в сети, работу счетчиков, сантехники. Даже если на самом деле все исправно, аферисты находят неполадки, которые очень навязчиво советуют устранить. А наряду с этим нередко предлагают поставить и специальное оборудование, конечно, заплатив кругленькую сумму. Для убедительности и доказательства своей честности эти сомнительные эксперты предлагают составить договор. Вот тут, советуют сотрудники милиции, надо быть очень внимательным и осторожным. Во-первых, необходимо ознакомиться с содержанием договора, который вам предлагают заключить, чтобы произвести ту или иную услугу, оказать вам. Если же вы не сомневаетесь, либо не уверены, то попросите об этом либо близких родственников, либо соседей, которые, может быть, более лучше разбираются, чем вы. И после чего принимать уже для себя правильное решение – подписывать тот или иной договор на оказание услуги или же нет. А еще совет позвонить в ЖКХ и уточнить, уполномочены ли такие специалисты проводить те или иные предлагаемые ими работы и за какую сумму. Ведь ряд услуг навязчивых добродетелей может быть незаконным. Если же вы подписали договор, и после чего там указана была баснословная сумма, которая на порядок больше, чем на рынке оказания услуг, то, когда обращаетесь в милицию, это статья 29 мошенничество. О том, что вас могут обмануть или предложить ненужную услугу, некачественный товар, должен знать каждый. Особенно это касается пожилых людей и пенсионеров. Как показывает практика, именно эти категории граждан становятся жертвой так называемого лохотрона, а также люди, проживающие в сельской местности, где принято доверять пришедшему в твой дом человеку.